Поиграть в шашки Любовь Викторовна любила еще в далекой юности, а на пенсии то здоровья нет, то напарника. Но сегодня вместе с подругой вспомнить молодость все же пришлось. Азарт, общение и положительные эмоции прописали медики. Они же и шашки выдали. Конечно, удивилась. Для меня было это ново, что можно в поликлинике заниматься. Ну, общение, во-первых, общение. Хочется ходить. Буду, по возможности буду. Ну, вот сейчас 28-го пойду к кардиологу и сюда приду. Досуг по интересам организовали в рамках школы здоровья. Сегодня здесь и киносеанс. Ход, сильная головная боль, боль виска. Правда, комедии не показывают, хотя в перспективе, возможно, пока же изучают профилактику гриппа и еще целого ряда болезней. Темы, посвященные сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, заболеваниям сосудов головного мозга, сосудов вен нижних конечностей. Постоянные слушатели уже появились. Супруги Лепилины на такие уроки общения и здоровья ходят три года подряд. Вы знаете, она очень много дает. Хотя мы люди грамотные, у нас есть интернет, все, но все равно и общение плюс ко всему еще, понимаете? Ну, желательно было, конечно, у нас были встречи с интересными людьми. Вот, был интересный наш ведущий нашего театра, аганжмента был, рассказывал. Конечно, желательно было еще каких-то людей. В поликлинике к подобным просьбам относятся с пониманием. В медико-социальном отделении получают помощь почти 9 тысяч пациентов пожилого возраста и льготных категорий. На одиночество и скуку жалуются нередко. Хотим разнообразить их досуг таким образом, чтобы они не были ограничены только своим кругом общения, а всегда приходили в наше отделение, посещали наши школы здоровья. Также они могут в любое свободное время прийти, поиграть в шахматы, в шашки, домино, нарды. Также мы проводим периодические чаепития для наших пациентов. То есть они общаются и таким образом они могут реализовать свою потребность в общении. Темы следующих посиделок уже известны. Всех желающих будут учить техники декупажа и секретам лечения травами. Сбор по пятницам. Юлия Сауляк, Евгений Доценко, Тюменское время.